Охота на лис Давайте пойдем и спросим организаторов, что это за соревнования Ребята, сегодня мы проводим соревнования по спортивной радиопеленгации Один из увлекательных и интересных видов радиоспорта А что такое охота на лис или радиопеленгации? Как-то больше привыкли со званием охота на лис, да? И на это есть причины Лиса это радиопередатчик, который спрятан в лесу на определенном расстоянии И передает сигнал азбуке Морзе Передатчиков в данном случае работают пять Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая Чем они отличаются? Отличаются сигналом в конце позывного В диапазоне 144 С помощью специального приемника, пеленгатора Нужно определить направление и найти определенное количество лис за наименьшее время Победителем определяется как в индивидуальном погруппе зачете, так и командный зачет Здесь команда станционных техников советского района Колледж радиоэлектроники УФА, авиационный университет подъезжает, ну и другие ребята Добрый день, мы хотели бы у вас спросить, что это за вещь и как она работает? В общем, это штука, это радиоприемник, но не простой радиоприемник, который радиостанцию можно ловить А это спортивный радиоприемник, направленный на действие Называется он радиопеленгатор Значит, в чем его состоит суть? Работает он на частоте от 144 до 146 МГц Данный прибор, он регистрирует направление, из которого идет сигнал То есть просто показывает участнику соревнований направление, в которое нужно бежать, так скажем, и искать эту лесу Имеется органы управления, это усиление громкости, настройка частоты, получается, 144 или 146, 145 МГц Ну и также есть переключатель, который при ближнем поиске леса становится более характерно слышна, так скажем Если до этого был тональный сигнал, то тут уже идет такой, как трещотка, получается, звук Соответственно, где трещит, в ту сторону и, как говорится, бежать Данный спорт, он как бы возник после Второй мировой войны, так скажем Необходимо было искать шпионов в лесу, которые передают секретную информацию, так скажем, своим государствам Соответственно, нужно было очень быстро пеленговать этих шпионов и искать и ловить Соответственно, на основе вот этой, так скажем, мероприятия возник отдельный вид спорта на базе ДОСАВ Какие вы испытываете эмоции при начале мероприятия? При начале соревнований я испытываю, уже при начале соревнований я практически уже не испытываю никаких эмоций Я уже много лет бегаю, мне уже все примерно привычно, все примерно одно и то же Ну я очень сильно волнуюсь, потому что на 140-й волне я первый раз занимаюсь Обычно было на 80 метрах, поэтому я не знаю, как все произойдет Надеюсь, я снова займу первое место ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие у вас были трудности при прохождении дистанции? Ну, главная трудность, это были дороги, которые грязные, скользкие, по ним катаешься, можно вкатиться в лужу Ну и еще крапива высокая, дистанция, ну, не тяжелая мне показалась в этот раз Сегодня я считаю, что легко очень пробежал, вот, единственное, один раз упал, потому что скользко Какие трудности были? В принципе, нет, я не считаю, что какие-то были трудности Наоборот, интересно было, лес как бы легко проходимый, нет зарослей высоких, как бы, все нормально 144 МГц бывает, что в овраге, если стоит леса, то искажается немножко сигнал И ты пробегаешь, вроде бы в одну сторону показывает, бежишь, бежишь Потом абсолютно меняется направление, показывает в другую сторону За счет оврага искажается сигнал, направление сигнала искажается И приходится вот так туда-сюда бегать Ну, это нормально ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и закончилось открытое первенство По спортивной радио-пеленгации «Охота на лис» Победители данного соревнования получили свои дипломы и медали Но, по моему мнению, все участники награждены Потому что данный вид спорта очень интересный и захватывающий Организаторами данного соревнования является Управление образования города Уфы Республики Пашкортостан И станции юных светов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова